Это MacBook Pro 15 дюймов от компании Apple И по моему личному субъективному мнению, это одно из самых сбалансированных решений на рынке с точки зрения профессиональных решений для работы Если вы хотите монтировать видео, заниматься обработкой звука и полностью вообще посвятить себя профессиональной работе на компьютере MacBook Pro подходит как никогда лучше Но что делать, если вы привязаны к операционной системе Windows? У компании Xiaomi есть ответ У меня в руках Xiaomi Mi Notebook Pro Ноутбук, который создавался в лаборатории компании Xiaomi и главным конкурентом этого ноутбука является именно MacBook И не раз на презентациях компания Xiaomi об этом заявляла лоб в лоб сталкивая эти ноутбуки и показывая, что они сделали якобы устройство которое в чем-то превосходит даже решение компании Apple И сегодня мы на него с вами обязательно посмотрим Поехали! С этим ноутбуком я впервые познакомился в сентябре этого года когда был в Пекине на презентации смартфона Xiaomi Mi Mix 2 Там же показали эту машинку У меня было всего лишь 40 минут времени, чтобы поклацать его в руках и хоть как-то оценить продукт Я его попробовал И, конечно же, я сразу сказал, что я очень сильно жду, когда этот ноутбук приедет к нам в страну И вот, я дождался, он у нас И сегодня я его распаковываю прямо перед вашими глазами Это по-прежнему красивое и классно собранное устройство в комплекте которого есть документация кабель USB Type-C на USB Type-C и также обычный блочок для зарядки Вот, собственно, больше ничего здесь нет Да и больше ничего не надо Давайте приступать к обзору Внешний вид ноутбука нареканий вообще не вызывает Все канонично, аскетично и строго Все, как я люблю Логотипы в глаза не бросаются, а точнее их вообще нет Металлический корпус и острые грани делают его несколько агрессивным Собран он в единый монолит и ощущается целостным устройством Ничего не норовит отвалиться, отломаться и скрипеть В общем, сборка уверяет нас в том, что несколько лет он прослужит А на его внешнем виде это не отразится никак Он останется таким же модным и стильным Это один из немногих ноутбуков на Windows Который спокойно проходит тест компании Apple на открывание одним пальцем То есть вы просто берете, тянете за крышку и он открывается Все, он открылся Да и то это сделал даже на весу, что удивительно Многие ноутбуки бы уже так перевернулись бы и улетели И я хочу вам сказать, что шарнир здесь невероятно сделан Он очень тугой и вообще никаких люфтов нет То есть прям держится монолитно Очень крутая сборка, правда Здесь большой экран с тонкими рамками Не считая нижней рамки, которая толстая И там как раз находится логотип компании Xiaomi Тут очень удобная клавиатура Достаточно большой тачпад И все это делает этот ноутбук невероятно удобным в использовании Xiaomi Mi Notebook Pro достаточно легкий для своих габаритов 1,95 кг И довольно тонкий Компактность реально на высоте Очень удобно постоянно таскать его в рюкзаке Либо же в сумке В общем решение для активных людей Вот казалось бы, в чем сложность при производстве современных ноутбуков А сложность заключается в том, что их-то делают уже не первый год Вообще разные компании Но не каждой компании удается сделать компактное устройство При этом очень мощное устройство Да и к тому же, чтобы корпус этого устройства был невероятно прочным Вот откровенно вам скажу, это первый Windows ноутбук, который я держу Который обладает такой просто износостойкостью Он невероятно прочный То есть я вот так вот могу по нему даже бить И он не прогибается, ничего Конечно же можно убить любой ноутбук, если захотеть Но я тестировал абсолютно разные ноутбуки разных компаний Asus, Lenovo и любые другие бренды И никто до сих пор не может сделать корпус цельнометаллическим Это сделала впервые компания Apple И именно Xiaomi смогла это повторить Сделать цельнометаллический корпус у ноутбука И это достойно уважения Железо Mi Notebook Pro бывает в абсолютно разных модификациях С процессором i5, i7 на 8 гигабайт оперативной памяти Либо же на 16 гигабайт оперативной памяти И опять-таки здесь, конечно же, твердотельный накопитель на 256 гигабайт Если в базовой конфигурации этот ноутбук довольно мощный То в топовой конфигурации он просто сверх мощный В качестве видеоускорителя используется дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX150 с 2 гигабайтами оперативной памяти Этого с головой хватает на все необходимые задачи Которые вы, в принципе, можете совершить на бизнес-ноутбуке Включая монтаж видео и даже какие-то игры С разъемами ситуация следующая Здесь есть USB Type-C 2 штуки USB 3.0 2 штуки Полноразмерный порт HDMI Разъем 3.5 мм И кардридер Безусловно, новый ноутбук компании Xiaomi Чуточку больший габаритный, чем пятнашка от Apple Но, ребята, это стоило того Почему? Потому что здесь есть все разъемы, которые мне так сильно не хватает На новом ноутбуке Apple Здесь есть кардридер Здесь есть обычные USB-шки И это действительно компенсирует размеры Зарядка ноутбука реализована посредством порта USB-C И она быстрая, 50% восполняет за полчаса Что очень круто для ноутбука При этом показатели автономности следующие Где-то от 6 до 8 часов активной работы Ну, конечно же, смотря то, что вы будете на нем выполнять Хочу заострить внимание на клавиатуре этого ноутбука Она невероятно удобная И теперь я понимаю, что имел в виду глава компании Xiaomi Когда на презентации сравнивал клавиатуру этого ноутбука С клавиатурой типа бабочка у макбуков Которой я до сих пор, кстати, не привык Тачпэд выполнен здесь из стекла И имеет встроенный сканер отпечатка пальцев Никто, кроме вас, не получит доступ к личной информации У клавиатуры три уровня подсветки И я вам скажу, что я привык к этой клавиатуре моментально То есть мне даже привыкать не нужно было Я просто сел на нем и начал впечатать Очень привычная Вот такая вот клавиатура, кстати, была в первых ноутбуках компании Apple Она была действительно утолом Но я считаю, что в новых ноутах Apple испортила клавиатуру Хотя она многим нравится, а мне она не нравится И вот такой вот привычный набор Меня очень удивляет именно в этом ноутбуке Я прям поностальгировал, когда впечатал на нем обзор Конечно же, нельзя не уделить внимания столь значимой части ноутбука, как экран Особенно такой экран Дисплей здесь в диагонали 15,6 дюйма Самый большой среди всех ноутбуков компании Xiaomi с разрешением Full HD Это тоже очень хорошо, потому что я считаю, что Windows до сих пор не умеет нормально работать с 4К разрешением Особенно неправильно отрисовывает интерфейс разных программ Поэтому Full HD это просто золотая середина Я рекомендую такое разрешение для всех ноутбуков на Windows В качестве матрицы здесь используется IPS матрица С высокими показателями цветопередачи Яркости и контрастности Рамка вокруг него 6,5 мм по трем сторонам И она действительно тонкая Кажется, что изображение будто парит в воздухе Особенно, если вы пользуетесь ноутбуком в темное время суток в темноте Сам экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 3-го поколения И устойчив к различным внешним воздействиям Хотя я не знаю, как нужно воздействовать ноутбук Ну, наверное, крошки хлеба забыть сметать с клавиатуры В общем, достойный экран достойного ноутбука Звук Harman Infinity с поддержкой Dolby Atmos То есть для посмотра кино На ноутбуке здесь просто есть все необходимое Он действительно безумно громкий И безумно глубокий Мы рак земли И заслуживаем вымирания Он единственный знал, где мы и куда движемся И он бросил нас Хватит! Вы меня так подвели, поверить не могу Класс! Держись, Йоси! Не бросай меня! Я не брошу тебя! Удачное ли это решение с точки зрения компактности и производительности? Безумно удачное Навряд ли вы найдете в принципе себе на Windows Notebook Такого же качества исполнения Такой же сборки Такой же монолитности И к тому же к таких же габаритах При этих же технических характеристиках Дешевое ли это решение? Безусловно, не дешевое Это действительно компьютер для серьезной работы Для длительной работы Для постоянных переездов Да и даже в интерьере он смотрится тоже великолепно Поэтому, друзья, я считаю, что у Xiaomi Который раз получилось У них прекрасный маленький ноутбук 12 дюймовый У них хороший середняк На 13 дюймов Наконец-то Наконец-то появилось полноразмерное решение Для серьезных задач Я думаю, что сейчас Много фанатов компании Xiaomi Просто радуются И не могут нарадоваться С вами был Иван Лучков Канал Allo Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Оставляйте конструктивный ноутбук Пока Субтитры подогнал «Симон»